И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингор, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в видео, где мы делаем различные подделки своими руками, из бумаги, конечно же. Сегодня мы снова сделаем очередного героя из игры Brawl Stars. И как заметил, вам вроде бы эти фигурки интересны, потому что просмотры набираются где-то быстро, где-то не очень быстро, но я подумал, что можно еще одного персонажа сделать. Если и это видео зайдет более-менее, вам понравится, напишите, да, продолжай и так далее, то я постараюсь тогда делать немножечко, возможно, чаще и быстрее. Но все будет зависеть, конечно же, от вас. Сегодня мы сделаем такого необычного героя, он по размерам, возможно, будет выше остальных, либо примерно как и те, но очень такой необычный, решил именно его выбрать. У меня, конечно, из просьб еще имеется кое-какое количество, но решил этого сначала сделать, это у нас Фрэнк имеется, скажем так, такой Фрэкенштейн, да. Вот его мы сегодня сделаем, пока что вот вы видите такую картину, имеется, если честно, не очень много деталей, но нужно было слегка помочься, но в основном очень все легко рисовалось. Вы видите, что нам нужно кое-где разукрасить с обратной стороны, так что не забудьте это сделать. Ну и что ж, давайте я тогда вам покажу, представлю, все я уже вам раскрыл, все секреты выдал, такой листик получается, и вот тут еще вот такой листик получился, то есть мне не хватило немножечко бумаги. Вот столичка деталей, то есть мы видим как бы все очень простенько, по цветовой окраске у нас гамми, как правильно сказать, у нас что, фиолетовый цвет имеется, только где-то надо посильнее надавить, где-то менее сильнее. Зеленый, такой как бы розовый интересный, и черный цвет имеется, и все. И как бы такой еще бирюзовый, вот тут слегка, то есть цветов вообще немножечко надо. Что ж, давайте перейдем в другой режим, и я вам все, естественно, поподробнее расскажу и представлю. Начнем, пожалуй, мы с головы, как обычно, по традиции, у нас вот такая простенькая голова имеется, прямоугольничек, конечно же. Мы видим здесь наушнички, лицо, волосы и все. Все очень просто, и, конечно, сразу скажу, здесь вы можете разукрасить, здесь вы, конечно, можете и не разукрашивать, потому что это будет спрятано. Размеры у нас каковы, 3 сантиметра на 4, тут у нас вверх 3 на 3, и все. Вот такой прямоугольничек интересный, красивый получается. Дальше у нас, конечно же, туловище имеется. Вот эту часть надо будет разукрасить с обратной стороны, то есть это как бы продолжение одежды, типа плач, скажем так. Тут где-то нужно будет разукрасить, где-то не нужно будет разукрашивать. В общем, детализация, да, слегка имеется, и все, ее немножечко, так что вот так вот разукрасить понадобится, и все. Тут ничего не нужно будет рисовать, потому что здесь это вырежется. Потом тут у нас будет клеиться, скажем так, рукава, да, то есть тоже нужно будет пропустить, конечно же. Ну, а тут у нас будет клеиться правая и левая нека. Размеры данной развертки. У нас здесь 5 сантиметров, тут 3 сантиметра, тут 3 на 3. И все очень даже простенько. Ну, а тут, конечно же, у нас 1,5 сантиметра. Видите, можете и на 2 сантиметра, да, скажем так, опустить. Дальше, пожалуй, мы рассмотрим вот эти рукава, они будут клеиться на эти части, потому что, как мы видим вот здесь на картиночке, где стрелочка у меня имеется, как бы если сразу приклеить руку, будет слегка не то, там еще есть маленькая, скажем так, деталь, детализация, то есть рукава. Раз у меня тут ничего не имеется, я решил их отдельно нарисовать, они отдельно сюда приклеятся, а уже на эти части приклеятся руки, думаю, так будет красивее, две одинаковые развертки, конечно же, имеются, размеры у нас каковы, 2 см на 2 см, полсантиметра на 2 см и все, все очень простенько, стольечка детализации и выглядит очень даже прикольно, если честно, по цветам мне нравится. Дальше, пожалуй, перейдем теперь к рукам, значит, у нас идет сначала правая рука, вот она у нас правая, очень простенькая, конечно же, я сначала разукрасил в таком фиолетовом цвете, не сильно давил на карандаш и потом простой бумагой, скажем так, я решил, скажем так, ну не то, чтобы пошлифовать, а потереть, чтобы немножечко цвет разошелся по всей детали, да, не было каких-то там пропусков, размеры развертки у нас как 2 см на 5 см, сантиметр на 5 см, вот и все. Тут у нас, скажем так, и пальцы имеются, вот как-то я нарисовал, чтобы как-то было похоже, что рука вот в таком положении, вот как-то я вот здесь показал, надеюсь, похоже. Теперь у нас левая рука, которая состоит из двух деталей, конечно же, от плеча до, скажем так, почти что кисти и сама кисть. Значит, первая часть, скажем так, нашей руки у нас вот она тут, просто в фиолетом цвете и все разукрашено, размеры у нас, конечно же, 1,5 на 1,5, тут 1,5 на 3,5 и все. Тут нужно будет отступить 2 см, потому что у нас приклеится вторая часть, скажем так, нашей руки, иначе кисть. Теперь перейдем к кисти, она у нас вот тут, тоже как бы все очень простенько, размеры вы видите 2 см на 1,5, 1,5 на 2, все очень простенько, но нужно слегка помочиться, подетализаться, потому что тут она у меня в таком необычном положении нарисована, что как бы еще нужно понять, где чего что будет, где окажется, где пальцы, где, скажем, еще что-то. То есть это у нас, скажем так, от молота нашего, да, вот тут немножечко имеется деталь, скажем так, видна, потом у нас вот здесь сам молот как будто проходит, как будто у него уже вставлена там деталь, то есть мы должны это показать. Ну а тут приклеится у нас, конечно же, ручка от молота, конечно же, ну и тут пальцы тоже нарисовал, ну а тут ничего не нужно будет рисовать, потому что это все у нас окажется вот с этой стороны, только если представить, что как будто мы уже развертку начинаем сгибать и так далее, И приклеится уже, конечно же, к этой части В общем, вот как-то так, скоро увидите сами детали Ну и теперь у нас ноги Они, конечно, одинаковые, простенькие Ничего сверхъестественного не имеется У нас, конечно, тут, да, имеются пальцы Таким образом вы определите, какая правая, какая левая Размеры у нас, конечно же, каковы 2 см на 2 см, 2 см на 3 Все очень простенько, все очень легко Вот такие штанишки, вроде бы нормально, если честно, получилось Теперь, перейдем к следующему листу И у нас имеется всего лишь тут еще 2 дополнительные детали То есть это у нас относится к молоту Сама ручка, она, естественно, простенькая Все очень легко рисуется Просто такой тоненький, скажем так, прямоугольничек Размер у нас сантиметр на сантиметр Сантиметр на 2 см Тут ничего рисовать не нужно, потому что приклеится Какая-то часть к самому, скажем так, молоту К верхней части, а тут приклеится просто к руке и все Ну и самое главное, наша конечность Как бы наконечник, верхушка молота Сам, как бы, молот вот этот У нас, да, интересная деталь По итогу получилась Не знаю, сможете ли вы здесь понять или нет Но должны, все должно в целом-то видно Постараюсь еще вот так вот вам показать Потом я покажу, конечно же, сами детали Как бы с размерами, как бы вам тут попонятнее объяснить Пожалуй, попробую Здесь у нас, конечно же, 2 см 2,5 см Просто прямоугольничек Тут у нас, конечно же, 2 см на 3 см И потом у нас везде 3 см Тут тоже 3 см Тут, конечно же, у нас 2 см на 3 см Все, естественно, одинаково и похоже Потом давайте обсудим вот эту деталь То есть здесь у нас, конечно же, будет тоже 2 см Но у нас интересные ходы получаются То есть нужно сначала нам нарисовать здесь 1,5 см То есть 1 см у нас окажется вот здесь Чтобы у нас здесь красиво соединиться Потом у нас идет 0,5 см, который у нас согнется И склеится вот с этой части Потому что у нас, когда согнется деталь У нас тогда будет пустота И потом у нас еще 2 см Они как бы опустятся на низ И окажутся уже на своем месте Но также советую еще нарисовать Разукрасить полсантиметра Мало ли, где-то чего-то не хватит И чтобы потом не городить непонятку Можно сразу нарисовать И если что, отрежете А если понадобится, то приклеите И все будет очень даже хорошо То есть детализация немножечко Если что-то непонятненько Увидите саму деталь И все сразу встанет на свои места Ну и самое главное Тут у нас, конечно же, сантиметр Потом полсантиметра идет в сторону Здесь также различные всякие вот эти трапеции Нужны нам, чтобы склеить, конечно же, одну сторону с другой Ну и потом, конечно же, здесь у нас идет полтора сантиметра вот здесь Потом мы, конечно же, здесь делаем вот такую интересную верхушку То есть, скажем так, закругление Вот так у нас идет по форме И как бы у нас и все должно красиво склеиться С верхней части, с боковой части И в итоге должен получиться очень красивый молот В общем, столечко у нас имеется детали Детализации, надеюсь, я очень доходчиво и грамотно объяснил Если уж где-то слегка непонятненько То увидите сами детали очень-очень скоро И надеюсь, правда, получится вот этот наш Фрэнк Очень даже неплохим, милым где-то и слегка страшным и могучим Что ж, давайте я это вырежу Склею и рассмотрим детали Что ж, я склеил данные развертки И вроде бы получилось неплохо И молот достаточно хорошо вышел Но кое-где я переставил, скажем так, одну часть детали по-другому Потому что не отгадал И надо это, естественно, вам продемонстрировать Значит, образовалась у меня вот такая кучка деталей Честно, не сказал бы, что это очень, как бы, много Но не сказал бы, что мало Потому что тут у нас и руки, и ноги имеются И еще дополнительные детали имеются И оружие также Давайте каждую деталь рассмотрим в быстром темпе Голова, значит, все очень даже хорошо склеилось Значит, у нас просто такой красивый прямоугольчик получился И все Кое-какой процент у нас прячется в туловище Поэтому, как бы, не так страшно разукрасить это или нет Если хотите, можете разукрасить Затем у нас идет, конечно же, вот такое туловище Вроде и неплохо вышло Это мы постараемся вырезать за кадром То есть, вот столичка надо будет вырезать Получается, полойки, да Туда у нас засунется вот столичка И, как бы, рот не спрячется И все будет хорошо То есть, полойки должно получиться очень даже классно Тут у нас будут клеиться руки Здесь все ножки И спина у нас вот такая Все вроде бы очень даже неплохо Дальше у нас идут руки Сначала рассмотрим рукава То есть, вот Они у нас вот такие получились Приятные такие, скажем так, квадратики Плиточки Что-то наподобие этого Но могу сказать Если не ошибаюсь На этой детали Мне пришлось вот эту То есть, не ошибаюсь Да, вот эту деталь Надо было перевернуть Потому что Она у меня была вот так То есть, зеленый цвет был здесь Фиолетовый здесь Вам нужно будет Либо, если вы еще не нарисовали Разукрасить нормально Как вот здесь Либо, если уже вы повторили Мою ошибку То нужно будет просто Вырезать эту часть И перевернуть на 180 градусов И все И все будет очень хорошо И красиво Дальше Теперь рассмотрим Мы, естественно, руки Начну с правой рука Простенький прямоугольничек Очень банальный И все склеилось Вроде даже достаточно хорошо Затем у нас идет левая рука Значит, первая часть у нас вот такая Тоже красивый прямоугольничек Очень даже качественно вышла Ну а вторая часть руки Это у нас кисть Полойки Она должна приклеиться Вот так вот И как бы У нас будет уже здесь Скажем так Часть молота Видна То есть, вот она у нас рукоять И получается Мы сделаем продление И потом у нас Сам Наконечник Наконечник окажется Где-то вот здесь То есть Все полойки должно получиться Очень даже неплохо Мило возможно Потом Мы давайте перейдем К ногам Вот такие ножки Честно Прикольные Классные Не знаю Няшные Все очень даже хорошо получилось Топ-топ-топ И все Очень даже приятные деталюшки Я рад, что они вышли Вот так вот хорошо Ну и последняя часть Это естественно молот Значит у нас рукоять Обычная рукоять И все просто прямоугольничек Ничего сверхъестественно нету И Скажем так Наконечник Сам уже молот Честно Получилось очень даже неплохо Как и на картинке Доволен своим конечно же результатом Может быть И можно было Как-то еще что-ли Качественнее сделать Но Да Вот эти конечно у нас щели видны Ладно Это не так страшно Можно как-то ПВА Клеем залить И здесь у нас образуется Пленочка Не будет этой пустоты видна Или еще что-то сделать Но Полойки у нас должна рукоять Вот так вот Скажем так Приклеиться Потом у нас Если не ошибаюсь Должна к руке И полойки уже Должно получиться вот так вот То есть будет смотреться Очень даже Достаточно хорошо И надеюсь В конечном итоге Тоже будет смотрибельно И будет если честно Ну Вау Шик и блеск и так далее Что ж Мы вот так быстренько Осмотрели наши все детали Честно Не так сложно было Все это склеивать Вырезать Очень все быстро Только вот чуть-чуть Нужно было С вот этим наконечником Помучаться И все Что ж Давайте я сделаю магию Я за кадром склею И очень-очень скоро Мы рассмотрим нашего Фрэнка Погнали Хе-хе-хе Ну и что ж Наконец-то Можно рассмотреть Итоговый результат И честно Получилось Очень даже мило И мне фигурка нравится Не зря я выбрал Этого героя Хотя были и другие Просьбы Но я решил Этого взять И как-то Не знаю У меня очень понравилось Как он вышел Давайте не буду тянуть Представлю вам Нашего Фрэнка И вот наш Фрэнк Как бы вроде бы Такой безобидный Дружелюбный товарищ Такой тянет вам ручку Как бы Здрасте Здрасте Вот там Меня зовут Фрэнк Потом Вот и все Как бы это грубо не звучало Но возможно так оно и есть Вот так я решил ему руки Скажем так приклеить Немножечко по-другому Потому что иначе было Не очень Выглядело как-то странновато А здесь Немножечко даже получше Что ж Вот такая фигурка Она невысокая По итогу Сейчас мы еще сравним Его с другими персонажами Из игры Брау Старс Честно склеилось все очень хорошо Нормально Проблем никаких не имеется Его оружие Хорошо склеилось Решил вот так вот Сделать в такую позу Хотя должна рука у него Быть вот так вот Горизонтально Но получилось вот так вот Потому что тогда Если приклеить горизонтально Слегка не очень будет смотреться А здесь как-то и неплохо И интересно Все очень даже хорошо смотрится Вот И это у нас вот такая ручка Как бы Здрасте Здрасте И все Я конечно хотел по-другому приклеить Как я и планировал По картинке Но смотрю что как-то очень странно И конечно вы можете задать вопрос А почему это такая рука Худенькая Это такая у него накачанная Но Раз он тут как бы держит оружие У него здесь рука Немножечко скажем так согнулась Скажем так Выше свои напряг конкретно А здесь все В расслабленном виде Поэтому вот такая тоненькая ручка Вот как бы вот такая концепция Скажем так здесь имеется Вроде все очень хорошо Сочетается нормально Очень даже приятная Классная фигурка Можно на полочку взять Куда-нибудь поставить Вот и все Блин Очень даже классно Не знаю Должен он был Получиться чуть выше Ниже Не знаю Может и нужно Но был бы он слегка Слишком огромным А так я думаю нормально Теперь давайте будем сравнивать Его с другими персонажами Да и посмотрим просто коллекцию Здесь у меня самая первая фигура Которая сделала Это у нас спайк Наверное И нормально Пропорционально И так же у нас Робот Нани Имеется Вроде бы как бы Все пропорционально Пока что Да То есть два у нас Вот таких героя имеется Потом у меня имеется Конечно же Бул Даже не знаю Может быть примерно По росту и одинаково Может быть Да Одинаково Получается Только кажется Наверное Из-за прически Что он очень огромный На самом деле Если прическу убрать Так нормально У нас конечно имеется Еще пятый герой Которого зовут Байрон Как бы вот Он может и должен быть Чуть ниже Этот выше А может быть Так и должно Вроде бы Попорционально С какой-то Возможно стороны Хотя вот такой Маленький Фрэкенштейн Возможно и ничего Как бы такой Ну не знаю Гном не гном Ну то есть Как бы настучать Может такому И все Ну вот как-то так получилось В итоге У нас имеется Скажем так Два человека И три Вот таких Монстра Робота И так далее В общем Вот такая компашка У нас имеется То есть Если вам нравится Игра Брау Старс Вы можете Например Посмотреть Развертку На него На него Или на него И так далее И потом Вот такую композицию Сделать Склеить Еще что-то Здесь такое Нагородить Написать Брау Старс И так далее Все в такую Как бы витрину И вообще Будет смотреться Очень даже хорошо Почему я делаю Эти фигурки Потому что Вы просите Вижу Что вроде бы Нравится Поддерживаете И как-то Вот некоторые герои Действительно Очень интересны И почему бы Их не сделать Например Вот он Мне как-то Понравился Я его решил сделать И правда Такой прикольный Герой получился По итогу Что ж Если это видео Так же зайдет То я продолжу Делать фигурки По Брау Старс Только Обязательно Поддерживайте Видео Смотрите Рассказываем Друзьям И тогда Они будут Выходить Возможно Чуть-чуть чаще А пожалуй Буду заканчивать Спасибо за просмотр Не забудьте Подписаться на канал Нажмите обязательно На лайк Чтобы поддержать меня Так же на колокольчик Чтобы не пропустить Свежие видео Ну и конечно же Увидимся в новых Свежих видео Где мы делаем Своими руками Что-то Из бумаги И видео Где мы делаем Фигурки Из игры Брау Старс Все Всем спасибо Всем удачи И всем пока Пока